2021 подходит к концу, а это значит, что самое время обсудить, какие же из средств по уходу за волосами были лучшими в этом году. Сегодня поделюсь с вами абсолютно разными средствами. Начнем мы с ухода и закончим стайлинговыми средствами. Они будут как и из масс-маркета, из люкса, из миддл-сегмента, на любой вкус. Про каждый буду рассказывать, почему это средство так мне понравилось, что в нем особенного. Но вот я реально вот здесь, передо мной, здесь внизу стоят все эти баночки. Это то, что я наибольшее количество раз использовала в этом году, что мне больше всего понравилось, запомнилось. И ссылки на все эти средства ищите в описании под видео. После того, как посмотрите, обязательно туда загляните и приобретайте то, что вам тоже понравится, приглянется после моего рассказа. Ну а в комментариях я предлагаю вам поделиться своим любимым средством, которое больше всего вам понравилось в 2021, что вот наилучшим образом сработало на ваших волосах. Я читаю все ваши комментарии и очень часто следую вашим рекомендациям и подсматриваю там тоже средства для себя. Сразу скажу, что часть средств я покупала сама, на самом деле даже большую, наверное, часть. Часть какая-то была прислана мне на обзор, просто в рассылке, в качестве рекламной интеграции. Но вот сегодня я выбрала все-таки самые лучшие из них. Итак, начинаем мы с ухода. И первый продукт, про который я хочу вам рассказать, это на самом деле продукт года для меня, который мне больше всего запомнился, понравился в использовании. И это вот такое вот средство от Керастаз, это крем-шампунь. То есть вот, видите, он практически закончился. Он выглядит прям как крем, такой как очень сильно густой шампунь. При этом не путайте его с кавошингом, это именно шампунь, просто он вот в виде такой густой субстанции. Этот крем-шампунь из линейки Blonde Absolute, то есть он подходит осветленным, очень сильно поврежденным волосам. В целом, тем волосам, даже которые не осветлены, но сильно повреждены, я тоже его могу рекомендовать. Я не знаю, как Керастаз это делает, но после этого шампуня мои волосы реально выглядят намного лучше. Он сульфатный, в составе Sodium Laureate Sulfate, вот я вижу. У меня был период, когда я пользовалась только этим крем-шампунем, в какой-то из месяц где-то летом, и мне Кирилл говорил, господи, Лиза, что с твоими волосами, они так классно выглядят, и поменяла уход. И это было вот это средство. То есть, я еще раз повторюсь, не знаю как, но вот это прям вот продукт года для меня. Далее я хочу рассказать вам о нескольких линейках для осветленных, опять же, волос Blonde, но состоящих из шампуня и кондиционера, которые тоже мне очень понравились. То есть, я в этом году как-то прям вот больше сосредоточилась на средствах, которые именно для осветленных, окрашенных в блонд волос. И что здесь у нас? Три линейки, которыми я пользовалась чаще всего, и которые тоже очень хорошо работают на блонде, на осветленных волосах. И эти шампуни для ежедневного применения и кондиционеры и прекрасно работают, прекрасно очищают, прекрасно сохраняют окрашенный блонд и тонировку на более долгий срок. Первый из них это Heart of Glass. Я уже рассказывала вам про эту линейку от Davinus. Видео про уход за блондом. У меня летом, по-моему, да, выходило это видео. Вот этот шампунь более мягкий, он бессульфатный, он такого классного синеватого оттенка. У меня вот эти средства уже очень давно закончились, но я точно знала, что вот видите, вот там прям пусто, пусто. И шампунь тоже. Я просто знала, что буду снимать в конце года видео про лучшие средства 2021-го и вот на всякий случай сохранила. И не зря, чтобы показать здесь вам. Этот кондиционер для меня по опыту сравним с очень питательной, хорошо кондиционирующей маской, которая превращает ваши волосы, как вот вы только что вышли после салона. Вот примерно такой эффект я каждый раз получала от использования этого всего лишь кондиционера, а не маски. Поэтому очень рекомендую. Несмотря на то, что цвет синий, там нет тонирующего пигмента, который вот как фиолетовый шампунь охлаждал бы ваш блонд. Но при этом оттенок сохраняется, опять же, на чуть более долгий срок, если вы используете, вот сразу окрасили и вот весь период до следующего окрашивания, например, пользуйтесь только этими средствами. Вторая серия для блонда, которая мне тоже понравилась и которая тоже подходит для как раз таки осветленных волос, но даже для натуральных, для седых волос в том числе. Действие этих двух средств и результат на волосах я точно, наверное, ощутила и поняла после того, как протестировала эти шампуни и непрерывно их использовала на протяжении тоже довольно длительного срока. После первых двух раз я сравнивала вот с Heart of Glass и мне сначала как-то показалось, что Heart of Glass получше, но потом по истечении времени я поняла, что вполне эти средства тоже хорошо подходят осветленным волосам. Кстати, в них добавлен фиолетовый пигмент, но при этом здесь написано, что они подходят для ежедневного применения. Но я бы сказала, что опять же вот именно холодный оттенок остается на волосах чуть подольше, если мы сравниваем с каким-нибудь шампунем просто для окрашенных волос. То есть, если вы тоже осветляете волосы, краситесь в блонд, то я рекомендую вам присмотреться именно к линейкам для блонда, но которые подходят для ежедневного использования. Мы сейчас не говорим про тонирующие средства, о них чуть далее. И последнее, о чем я хотела вам еще рассказать, уже более бюджетное средство, но опять же по уходу за блондом. Это шампунь и кондиционер из линейки Мастер Блонд от бренда Концепт, российский бренд. Я о нем рассказывала в каком-то из видео, у нас с ним была рекламная интеграция. Но, как я говорю, что рекламная интеграция не отменяет то, что я вам рекомендую, то, что мне действительно нравится. Потому что все продукты я тестирую и тестирую, это не просто один раз я нанесла, помыла, нет. Это все-таки хотя бы несколько недель непрерывного использования, чтобы понять, как средства работают, как средства ведут себя на волосах. И средства тоже в паре очень хорошо работают. Вот как-то в этом году пары средств мне нравились прям очень сильно, хотя я в целом люблю сочетать средства. Поэтому, возможно, сейчас просто продукцию стали выпускать как-то вот классно сочетающуюся, что даже и не хочется, и не тянется рука на какие-то другие средства. Если честно, других шампуней я особо выделить не могу, потому что, ну вот, больше как-то использовала в этом году именно линейки для осветленных волос. Если говорить в целом, да, потому что я там очень редко ими сейчас пользуюсь, я в основном покупаю роми, это шампунья Джованни. Вот они у нас есть всегда на полке, поэтому просто вот несколько вот здесь вариантов, которые вы видите. Эти средства я искренне рекомендую, потому что считаю бренд Джованни хорошо работающим и качественно работающим на волосах. У него хорошие формулы, он действительно показывает и хорошее очищение, и хорошее кондиционирование. Он вполне доступен по цене, 500 где-то рублей стоят их средства, там шампуни и кондиционеры, и они отрабатывают на свою стоимость. Если уж заговорили про Джованни, сейчас будет несколько кондиционеров, которые мне понравились вне линеек, и я их иногда как раз использовала вот с теми шампунями, про которые я только что вам рассказывала. И вот такой кондиционер из серии для поврежденных, для волос, которые подвергались химическому воздействию. Для меня вот этот кондиционер после Джованни Heart of Glass на втором месте по воздействию на волосы. То есть он очень глубоко кондиционирует волосы и очень хорошо работает именно с осветленными, поврежденными, с химической завивкой. То есть вот те волосы, которые нуждаются прям в глубоком, сильном кондиционировании, вот от этого средства вы его получите. Тут даже вот если посмотреть, здесь степень кондиционирования, 4 деления у нас, 4 ступеней, и он именно в четвертой, в самой сильной глубокое кондиционирование. Здесь в составе очень много разных масел, и кокосовое масло, и масло ши, что-то на самом деле очень много всего полезного. И это правда очень крутой кондиционер, вот прям вот от всей души вам его рекомендую. Еще один кондиционер, который мне понравился уже в конце этого года, я его попробовала в конце ноября и пробовала весь декабрь, это кондиционер от бренда Orgasma. Я тоже про него вам рассказывала вот буквально в одном из последних видео. И этот кондиционер вот, наверное, на третьем месте по напитанности. На самом деле очень хорошо тоже напитывает волосы, при этом не утяжеляет, и он действительно подходит практически любым волосам. Я бы сказала, что, наверное, очень тонким он не подойдет, тем волосам, которые прям очень легко переутяжелить. Но всем остальным я вот искренне тоже рекомендую. В нем есть масло органовое, и опять же, получаете очень хорошее кондиционирование. Ваши волосы просто говорят вам спасибо после его использования. Напомню, что все ссылки на средства, о которых я сегодня вам рассказываю, на все мои любимчики этого года, есть в описании под видео. Там же к некоторым средствам есть промо-коды. Вот, например, на Orgasma еще действует мой код, я на него оставлю ссылки. Но он действует, если не ошибаюсь, только при заказе на официальном сайте бренда. На iHerb поставлю ссылки на ZONE. Часть этих промо-кодов реферальная, часть нет. Реферальная это значит, что вы получаете бонус за каждое использование, скидку, да, и я в ответ, когда вы воспользовались этим кодом. Дальше у нас, наверное, будут маски. Но здесь я скажу маска-кондиционер, мне кажется, что я в прошлогоднем видео про него рассказывала, потому что, на самом деле, я считаю его одним из лучших в масс-маркете. Это маска-кондиционер и несмываемый кондиционер средства 3 в 1, ягоды Годжи, линейка суперфудов в таких банках. Я думаю, многие из вас ее видели для окрашенных волос, но при этом очень многие мне писали, что она все-таки какая-то легкая по воздействию, мне там не справляется. На моих волосах очень сильно поврежденных, поверьте, тоже справляется хорошо. Я не скажу, что я получаю прям максимальное глубокое кондиционирование, увлажнение, как вот, допустим, от этого средства, от Davines или даже от оргазма. Но при этом достаточное кондиционирование вы получите, если вы держите средства чуть дольше, то есть для кондиционера можно пару минут выдержать, для маски хотя бы 5 выдержите. Будет красивый блеск на волосах, вот за это я и люблю вот эту баночку. Ну, расход у нее, ее реально очень долго можно использовать, потому что у меня вот половина банки ушла, наверное, за последний год. Вот, ну просто потому что я очень много всего использую, как вы видите, и в этом году просто действительно продуктов больше, и даже ролик, наверное, про вот эти все лучшие средства этого года будет длиннее. Следующая маска, которая мне тоже безумно понравилась, и я считаю ее лучшей для волос, которые требуют, опять же, глубокого питания, восстановления, условного восстановления, помним, да, для поврежденных, для очень сильно сухих волос. Это, конечно же, маска от Шимошчо, вот такая укрепляющая, восстанавливающая маска для волос, у которой, кстати, очень маленький расход, то есть ее достаточно совсем немного, вот видите, я год использовала ее, ну, с регулярностью несколько раз в месяц я ее использую. Во-первых, у нее невероятно приятный аромат, очень вкусно она пахнет, конечно, и по воздействию я просто аплодирую вот этому средству, потому что я уже очень многим его рекомендовала, и мне о нем отзывались тоже только положительно. Поэтому, если вы ищете маску, и вам нужно такое прям со-спасение ваших волос, то однозначно это вот это средство. И последняя маска, которая мне тоже понравилась в этом году, это, опять же, серия, вот та же самая, что я вам показывала, Мастер Блонд от бренда Концепт. Если вот эти две маски, ну, в целом, на самом деле, вы можете эту маску тоже использовать, даже если у вас не Блонд, просто Блонд требует более тщательного внимания, потому что, скорее всего, волосы осветлены, повреждены сильно, есть проблема с сухостью, с повреждением, с ломкостью, и чтобы волосы выглядели ухоженно, им нужно более бережное отношение и более сильно работающее средство. И вот эта маска тоже хорошо работает на волосах, и тоже мне понравилась. То есть, если говорить по степени воздействия, то это будет наибольшее влияние оказывать, очень глубокое восстановление питания, кондиционирование. Далее, я бы сказала, что это вот этот Мастер Блонд от Концепта, и невероятный блеск на волосах, ну, просто вообще, вот она еще сильнее блеск дает, чем Фруктис. Но если искать средства вот в масс-маркете, в небольшом бюджете, то Гарниер Суперфуд, это вот третья, она самая легкая, но при этом мне очень нравится. Мы практически закончили с уходом, остались только тонирующие средства. И здесь просто скажу, что из фиолетовых шампуней мне тоже понравился в этом году Керастаз. Вот он у меня практически закончился, потому что весь год, несмотря на большое количество, на самом деле, фиолетовых шампуней, которые у меня есть, рука тянулась больше всего к нему. И вот он мне больше всего нравится по результату именно на моих волосах. Никаких пятен, очень мягкое очищение, очень красивый оттенок получается, и им просто приятно пользоваться. Мне тоже нравится аромат. В общем, дорого-богато и классно. И два средства, две маски. На самом деле, в этом году мне посчастливилось попробовать очень много масок. Я до сих пор сейчас в процессе тестирования тонирующих масок для блонды. Я думаю, что в начале года я выпущу видео, аналогичное сравнению фиолетовых шампуней, сделаю про маски. Потому что маски – это прям открытие этого года, и как-то мне в основном попадаются очень хорошо работающие маски. И в отличие от шампуней, вы получаете еще дополнительное питание, увлажнение и кондиционирование. Потому что, ну, это работает как маска-средство, но имеет тонирующий эффект и охлаждает волосы. И вот здесь два любимчика. Это Vela Pearl Blonde. Такая тонирующая маска очень хорошо работает на волосах. И она очень сильно похожа на лонду. Но вот здесь у меня в оттенке Тонплекс розовое золото. Потому что у меня закончилось просто. И я не успела заказать себе Тонплекс, который как раз тоже жемчужный блонд для холодного блонда. Потому что она прям в этом году стала для меня хитом. Но вот сейчас, в конце года, мне Vela прислали на тест много продукции. И вот она очень похожа. Но все-таки Vela и Лонда это один концерн. Да, и поэтому средства мне показались по результату на волосам схожими. Но, тем не менее, оба из них отлично справляются с тонированием. И результат на волосах просто... Просто вау. Кстати, про вау. Не забудьте поставить лайк этому видео. В общем, у меня маленькая предновогодняя или постновогодняя, если вы смотрите позднее это видео. Просьба к вам. Просто поддержите это видео и зайдите на предыдущие. Поддержите также их. Поделитесь с теми, кому это будет интересно. Кто хочет обновить образ. Кто хочет сделать и поэкспериментировать с укладками. Меня это очень сильно поддержит. Ну а мы переходим к стайлинговым средствам. И здесь уже будет не так, на самом деле, много любимчиков, как в уходе. Вот уходы у меня вот в этом году через край. И вы даже не представляете, у меня еще столько всего на тестировании лежит дома. Но буду обо всем постепенно вам рассказывать. Потому что что-то прям вот очень много рассылок. И все хочется попробовать. И для всего выделить время. Просто это тяжело и долго. Итак, средство, которым я пользовалась наибольшее количество раз. Вот, наверное, процентов 80 моих укладок. Это сделано с помощью вот этого средства. То есть всех укладок за год. Не только тех укладок, с которыми я появлялась на канале. А в целом, вот с помощью этого шарика Тиджи Small Talk. Это уплотняющий крем для объема волос. Вот я полюбила просто всем сердцем в этом году. Часто тоже его рекомендую. Подходит тем волосам, которые, знаете, по длине могут быть суховатым. Но все-таки хочется с ними объема. Потому что это средство многофункциональное. Помимо того, что оно дает плотность и объем, оно также дает увлажнение. Это отличный плюс этого средства. Также с ним очень хорошо держится объем в течение нескольких дней. То есть если ставить его с помощью расчески, если приподнимать волосы, просушивая. Да, с помощью собственных пальцев. Прям эффект удивительный объема, я бы сказала так. Но, допустим, с жирными корнями, с жирным типом кожи головы, возможно, может утяжелять немножечко средство. Поэтому лучше использовать, допустим, на длине его и миксовать с каким-нибудь муссом или спреем именно для прикорневой части. Но вообще, на мой взгляд и опыт, это средство подходит тем практически любым волосам, которые нуждаются в объеме. И даже очень тонким, и вот таким, как у меня. Поэтому купите Small Talk. Он, кстати, в другом флаконе теперь продается в розовеньком. Но если вы живете за границей, возможно, у вас он еще вот в таком фиолетовом продается. Далее. Следующее средство, которое из стайлинга мне, знаете, по эффекту и, наверное, по воздействию вау, такое крутое средство. Это помада-мусс от бренда Arendt Co. Aircraft. Летучий голландец, если другими словами. Очень интересное средство. Вот прям действительно интересное. То есть это не просто там мусс, это не просто какой-то кремчик. Это именно какое-то такое многофункциональное тоже средство, которое имеет разный эффект при разном использовании, при разном количестве, при разном каком-то направлении можно задавать. То есть вот сегодня укладка сделана без горячих инструментов, просто вот на него высушены волосы. И вот чуть-чуть я задавала такое небрежное направление, а потом просто зафиксировала лаком. Но можно даже им вот чуть-чуть сейчас по-сухому пройтись по волосам, тоже будет результат. Для влажного эффекта я использовала его в праздничных укладках. Посмотрите это видео, если вы не видели, вот здесь, да, есть ссылка на него. Там я показывала, как и на сухих, и на влажных волосах можно по-разному использовать это средство. Поэтому для меня оно прям вот открытие года и какое-то удивление. Потому что я пробую много стайлингов, и меня уже редко чем можно удивить. Но вот это средство, это максимальное попадание в какой-то эффект неожиданности, когда там особо сильно не ждешь. Ну попробую, что это за средство, а тут получилось прям классно. Еще одно средство, и вот оно мне понравилось в нестандартном использовании, в использовании на второй день, когда нужно поправить укладку и убрать все неровности, разгладить волосы. И при этом, если вы не хотите перемывать волосы, то есть спокойно, вот это средство от Londo, разглаживающий крем под названием Tame It, вы можете использовать тоже. Допустим, на утро проснулись, у вас есть какие-то заломы, вы чуть-чуть смочили водой волосы, просто рукой или пульверизатором. Нанесли это средство и высушили расческой, феном, брашингом, и результат получается разглаживание очень хороший, при этом нет жирности. То есть, ну никак средство не портит ваши волосы, когда вы переделываете укладку на второй день после сна. Следующее стайлинговое средство, которое было лучшим в этом году, это такой безаэрозольный спрей от Davinus. Я использую его на финише, мне очень нравится моделировать им укладку, у него среднелегкая, я бы сказала, фиксация. Он, это средство на финише, вот если обработать, вот допустим, вот такую укладку, как у меня, просто нанести несколько, его важно очень хорошо вот так вот взбить, и допустим, вот можно зафиксировать, убрать какие-то пушки, просто вот сверху несколько пшиков нанести. Хорошо защищает от влажности, от пушения, и, кстати, для тех, у кого волосы не окрашенные, допустим, тонкие, если вы будете носить его на влажный волос, то он дает хороший объем и хорошую такую жесткость волосам. Мне эта жесткость не нужна, поэтому именно перед сушкой фена на влажный волос я его не ношу, мне не нравится так использовать. Но вот на финише, у меня вот, мне серьезно, так я сейчас здесь вот так делаю, мне вот осталось вот буквально что-то вот уже здесь на дне, и я покупала это средство когда? Где-то, наверное, в июле, то есть вот за полгода практически ушел весь флакон, но в целом, учитывая, как много я его использовала, результат и экономичность средства хорошая. Что еще? По пастам. Ну, здесь у меня два фаворита, один из которых у меня не первый год, и я думаю, еще будет очень долго, это, конечно же, паста, текстурирующая от TG, манипулятор. Вот сейчас тоже напишите в комментариях, кто любит эту пасту, это реально очень классная паста, особенно для любителей такого естественного эффекта на волосах, кто любит такое легкое прикосновение стайлинга, не ощущать его, вот это вот эта штучка, и очень хорошо тоже текстурирует волны, да, она такая жидкая достаточно, ее можно использовать и паутинкой, и просто растирать между пальчиков и наносить на волосы, рекомендацион мой. И вторая паста, она уже пожестче по использованию и по эффекту на волосах, это более такое густое, вот даже здесь по текстуре, думаю, средство уже видно, это такая жвачка-гель-паста, ну я называю ее пастой от Davinus, она уже такой средней фиксации, вы ее, скорее всего, будете, ну, при нанесении ощущать, но при этом она тоже очень классно текстурирует, мне нравится вот этот эффект, когда ты проводишь этой пастой, и она прям так красиво собирает вот прядки, очень красиво очерчивает их, поэтому для тех, кто любит, допустим, понравилась эта паста, она хочет что-то пожестче, вот рекомендую Davinus. И на самом деле осталось последние два средства, которые я почему-то забыла сказать в части с уходом, но это одно из них, это и уход, и немножечко стайлинга, но одно из них точно, я могу отнести к этой категории, одно нет, это мой любимчик, уже не первый год, я вам тоже в прошлогоднем видео про него говорила, еще раз повторюсь, просто потому что вот уже из года в год это средство очень хорошо работает на волосах, это несмываемый кондиционер Live In от Giovanni, он имеет именно уходовый эффект, он не обладает термозащитой, он именно помогает увлажнить волосы, сохранить в нем влагу, и его можно использовать перед стайлингом, то есть для такой дополнительной прослойки увлажняющих перед нанесением, вот на самом деле всего, что я сегодня вам рассказывала, и помады мусса, и просто пенки, и даже разглаживающего крема, если вы используете его не на второй, а на первый день сразу после мытья. И второе средство, которое тоже похоже на это, но при этом имеет еще термозащитные свойства, это вот такой крем-уход, несмываемый тоже крем от Аравия Professional, я вот в последний месяц даже уже отложила вот это средство, использую только его, и оно мне очень сильно нравится, то есть как подложку, под стайлинг, для дополнительного увлажнения, и для термозащитных свойств, то есть когда я вообще ничего не делаю с волосами, допустим, никакой стайлинг не использую, я тоже могу нанести его, и оставить сушиться либо естественным образом, либо просто немножечко там подсушить волосы феном, тоже волосы очень хорошо увлажнены, нет эффекта сухости, и плюс еще, как я сказала, термозащита. Кстати, мне кажется, что у Аравии еще проходит розыгрыш, про который я вам рассказывала в начале декабря, поэтому тоже переходите по ссылке, если будете заказывать средства по уходу за волосами, вы можете выиграть фен Дайсон, у них как раз, по-моему, после праздников будут объявлены результаты, прочитайте там все по ссылке, я уже детали, честно говоря, не помню. На этом все. Рассказала вам про самые хорошо работающие средства для волос, которые я попробовала в 2021 уходящем году. Я искренне все эти средства вам рекомендую, надеюсь, что вы прислушаетесь к моим рекомендациям, даже если не прислушаетесь, а просто вам нравится меня слушать, то тоже, окей, не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться, если вы были здесь впервые. Делитесь в комментариях, какое средство у вас было самым любимым, что показало наилучший результат на ваших волосах, что больше всего использовалось и что больше всего запомнилось. Надеюсь, что следующий год подарит нам еще больше крутых средств для волос с хорошими и составами, и с хорошим результатом и эффектом на наших волосах. А я, в свою очередь, буду рассказывать вам про эти средства здесь, на канале. Будем прощаться, я желаю всем хорошего празднования Нового года, мы с вами еще в одном ролике, на самом деле, увидимся, который выйдет буквально 30 или 31 декабря, вместе с Кириллом, с моим новым образом. Увидимся с вами в следующих выпусках на моем канале. Пока-пока!